Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев побывал в Красноармейске. Нашумевшее дело Пушкинского лыжа-ветерана завершилось в Пушкинском городском суде. Воздушно-десантные войска отметили свой праздник. Ежемесячное заседание коллегии администрации Пушкинского района состоялось 5 августа. Министр образования Московской области Марьяна Юрьевна Кокунова поинтересовалась ходом строительства детских садов в поселениях Лесной и Зеленоградский. Андрей Воробьев, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области, побывал в Красноармейске. Вместе со своим заместителем Германом Елянишкиным они приняли участие в сдаче в эксплуатацию нового комфортабельного дома. Там побывала и моя коллега Марина Губина. Еще зимой этого года в Красноармейске на этом месте был пустырь. Сегодня же возвышается многоэтажный дом. Столь быстро он построен специально для жителей, в доме которых в феврале рухнула внешне несущая стена квартиры на первом этаже. На востройку будут переселены жители не только разваленного дома, известного под названием Париж, но и жители других аварийных домов Красноармейска. Сам дом группы компании СУ-155 аккредитовала под ипотеку в банках. Так что любой желающий может приобрести здесь комфортабельную квартиру по цене меньше, чем за 40 тысяч рублей за квадратный метр. 96 квартир отдано для переселения жителям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично приехал проверить дом к расселению. Не обошлось без неожиданных вопросов. С таким резким заявлением Андрей Юрьевич пообещал разобраться. Уже к первому сентября этого года, по словам губернатора, люди смогут въехать в новые квартиры. И дом живет полноценной жизнью. А вот на церемонию вручения ключей сам Андрей Воробьев приехать не сможет. А вы планируете приехать на церемонию вручения ключей? Нет, ну а дело сделано, зачем? Знаете, это уже технический вопрос. Понимаете, вручать ключи... Лучше мы будем сдавать дома, чем вручать ключи. А сколько было выделено денег на строительство? 350 миллионов обошелся этот дом. Главными героями дня стали, конечно, строители. Ведь именно они подарили такую радость жителям. Невзирая на дождь и холд, они продолжали выполнять свою работу, стремясь успеть в срок. Подробнее, из каких материалов был дом? Сколько этажей? Ну, как, 17 этажей, 9,5 тысяч квадратных метров, 197 квартир. В каждом доме предусмотрены все необходимые инженерные системы. То есть, все щучки, все это смонтировано, все стоит. То есть, вот как только мы оформим документы, я думаю, что это произойдет до конца сентября месяца, мы сразу отдадим ключи жителям, и пускай они переселяются, как пообещал губернатор. В общем-то, у нас проблем никаких нет. Новоселье во все времена было праздником, ведь переселение старых домов – новое счастье для каждого человека. Радостные обладатели нового жилья не могли скрыть слез и выражали благодарность. Сейчас мне дают квартиру. Вы уже были дома? Да, была. Как вам квартира? Сколько комнат? Две комнаты. Все так шикарно сделано, конечно. Даже не верится, что можно жить в таких условиях. А кому захотите благодарность выразить? Ну, единственное – Воробьеву, наверное. Единственное – Воробьеву. Я и говорю сегодня, даже говорю, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Мне кажется, единственное. Если бы не случилось это ЧП, нам бы никогда не выйти из Парижа. Никогда. Дом никогда не шел на снос, он шел на реконструкцию. Так что неизвестно, где бы чего бы и что. К сожалению, проблема ветхого аварийного жилья красноармейский все еще остается острой проблемой. Но постройка этого дома – всего лишь начало благоустройства города. Марина Губина, Александр Девкин, телеканал «Твой Пушкинский». 7 августа в Пушкинском городском суде состояло заседание по делу уже ветерана Сергея Маслова, уже наделавшая много шума в СМИ. Суд постановил лишить 90-летнего Маслова звания участника Великой Отечественной войны и ветеранского удостоверения, что, в свою очередь, может привести к очень серьезным последствиям для пожилого мужчины. Подробности в репортаже Марины Губиной. На шумевшее судебное дело уже ветерана вызвало бурную реакцию среди СМИ и в обществе. Мнения разделились надвое. Защита настаивает на невиновности Сергея Маслова, прокуратура доказывает обратное. 7 августа в здании Пушкинского городского суда было вынесено решение. Сергей Николаевич Маслов до недавнего времени состоял на учете в Пушкинском отделении социальной защиты населения и получал меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством, 50% оплаты за жилищно-коммунальные услуги и выплаты к Дню Победы. Кроме того, у него участника войны медаль за оборону Москвы. Еще в 2003 году в газете «Красная звезда» была опубликована статья журналиста Виталия Мороза под заголовком «У нас героем становится любой», где на примере Маслова говорилось, что сегодня ветераном может стать даже такой предатель, как он. В этой статье подробно рассказывается о подвигах Сергея Николаевича, в которых он не мог участвовать, по многим изложенным доказательствам. Сразу же после этого Сергея Маслова исключили из ветеранской организации, в которой он состоял. За ним никакого шлейфа, никаких преступлений нет, он пытался нас убедить в этом. И что, будто бы мы не знаем, нам сообщал, что он награжден машиной, Лада Калина. И после того, как ему было отказано в приеме вновь в общество ветеранов, он, можно сказать, открытым текстом послал всех далеко-далеко, сказал, я жил припеваючи, живу припеваючи и буду жить припеваючи. Ранее адвокат Сергей Маслова говорил, что в этом судебном процессе является не реабилитация, то есть восстановление утраченного доброго имени. Здесь главный вопрос, амнистирован или не амнистирован, Сергей Николаевич. Если амнистирован, следовательно, полностью восстановлен в правах. Ведь в 1955 году был указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии советских граждан, согласно которому граждане, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органов полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченные в антисоветские организации в послевоенный период, освобождаясь от ответственности. Если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной. Маслов, по данным следствия, в 1942 году попал в плен, где добровольно поступил на службу к фашистам. После войны трибунал приговорил его к 10 годам тюрьмы за измену Родине. Между тем, в 1980 году Маслов получил удостоверение ветерана и все льготы. Маслов был осужден по статье 58.1 УК РССР 1926 года и на момент принятия указа отбыл наказание, то, руководствуясь обязациям 2 статьи 6 указа, с него была снята не только судимость, но и поражение в правах. Следовательно, применяя, давая ссылку на нормы права, указанные самим же ИСОМ, именно на статьи 20 и 31 УК РССР 1926 года, с момента издания указа Маслову было возвращено право носить почетное звание, любое, применительно к настоящему сфору, почетное звание ветерана Великой Отечественной войны. После долгих премий между сторонами и 10-минутного перерыва суд вынес решение. Решить Маслову Сергею Николаевичу звание ветерана в скобках участника Великой Отечественной войны. Признать недействительным выданное Одинцовским ОГВК Маслову Сергею Николаевичу удостоверение участника Великой Отечественной войны серии З, номер 092-488 от 20 ноября 1980 года. Признать недействительное вручение 22 февраля 1966 года Можайским горвоенкомам Маслову Сергею Николаевичу медали «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и лишить Маслову Сергею Николаевичу медали «20 лет победы в Великой Отечественной войне». Стоило ли подавать иск в суд на 90-летнего пенсионера – вопрос философского характера. Но закон есть закон. Наверное, ветераны и промолчали, а они, я так понимаю, не один год молчали. Если бы он не продолжал пиариться, как журналистский термин, не продолжал говорить о тех исторических событиях, которых не было, и где он, по собственному мнению, являлся героем и непосредственным участником этих событий, как то парад победы 1945 года, парад в Москве 1941 года, где он в принципе не участвовал, или оборона Москвы, где его в принципе не было. Конечно, это не могло оставить равнодушным. И, естественно, в том числе и послужило основанием для вращения в суд. Войска дяди Васи, голубые береты, воины-десантники отметили 2 августа свой традиционный праздник. В Пушкино по этому поводу, конечно же, на мемориале «Скорбящая мать» состоялся торжественный митинг. Там побывали и наши корреспонденты. День воздушно-десантных войск начался в Пушкино с митинга у мемориала «Скорбящая мать». Сюда, чтобы почить память дедов и прадедов, и своих боевых товарищей, отдавших жизни, выполняя свой воинский долг, собрались все, кто причастен к этим крылатым войскам. Митинг открыл глава города Сергей Гулин. Хотелось бы в первую очередь сказать слова огромной благодарности всем тем, кто носит голубые береты. Потому что за последнее время истории нет ни одного случая конфликтной ситуации, в котором бы не принимали участие военные десантники, ваши войска. От имени Московской областной думы поздравил с праздником собравшийся помощник депутата Московской областной думы Николай Колганов. А также от организации «Боевое братство» Николай Михайлович вручил медали воинам-десантникам, участвующим в боевых действиях. На праздник десантникам пришли и ветераны Великой Отечественной. Это они первые дали уроки мужества молодым парням, которые сегодня помогают воспитывать новое поколение патриотов. В этот день были вручены награды и от Союза десантников России. Орденом генерал армии Маргелов награждается участник боевых действий на территории Республики Афганистан, подполковник запаса, глава Пушкинского муниципального района Андрей Иванович Кузьменков. Спасибо за оказанную честь. Наверное, тут заслуга не только моих боевых товарищей, но принимаю с благодарностью такую награду высокую. Спасибо большое за оказанное доверие, за оказанную за эту награду. В заключении митинга священник Храма Святой Троицы города Пушкина отец Тимофей Князев совершил молебен в честь погибших воинов-десантников, после чего под ножи монумента возложили цветы. Я вам покоение воинов-десантников, жизнь свою за веру Отечества на поле брони положивших. Я же простите всем всякому согрешению, вольному жени, вольному. Никто, кроме нас, под таким девизом живут сегодня воздушно-десантные войска. И нет места на земле, нет задачи, которую бы не смогли выполнить бравые парни в голубых беретах. Евгений Ромашихин, Владимир Парфенов, Телеканал Твой Пушкинский. 5 августа состоялось плановое ежемесячное заседание коллегии администрации Пушкинского района. Об обсуждаемых там вопросах далее в нашем сюжете. Во всех поселениях ведутся работы подготовки к зимнему отопительному сезону. В поселении Правдинский полным ходом идет ремонт дорог. Сохраняется проблема подачи горячей воды от котельной Сторос-Офис. Глава района Андрей Кузьминков заявил, что эта проблема на данный момент решается. Глава Сторос-Офис готов передать нам котельную собственность муниципального образования Пушкинский район. Андрей Иванович отметил, что в районе, в поселениях Зеленоградский и Лесной, два строящихся детских сада переданы на федеральное финансирование. А это значит, что контроль за строительством, кроме местного и областного уровня, будет осуществляться и на федеральном уровне. В Пушкинском районе назначен новый исполняющий обязанности главного государственного инспектора по пожарному надзору. Им стал Семенов Виктор Васильевич. Как отметил Валентин Лазаревич Бусиловский, на прошлой неделе район посетила заместитель министра здравоохранения Московской области Татьяна Федоровна Кузнецова. Замечаний по обеспечению ветеранов выгодными лекарствами нет. На сегодня остается важный вопрос проведения диспансеризации населения. Она проходит в районе слишком медленно, хотя предстоит осмотреть не менее 23% взрослого населения. На сегодняшний день около 1000 человек всего посмотрят на запрошедший месяц июнь-юль. Ну июнь небольшой. Диспансеризация в соответствии с приказом метра началась с 1 июля. Поэтому в пользу и сочин сегодня еще раз главу населения, в правительном присутствующем мы проводим встречи, разъясняем порядок предприятия диспансеризации в месяц тем. Задача не просто выполнить план, в принципе, ищет осмотреть. И самая главная наша задача выявить патологию населения, для того, чтобы ее вовремя оздоровить, реабилитировать и чтобы они были здоровы. В Пушинской районной больнице полным ходом продолжается ремонт отделений и подготовка к юбилею больницы. Ко всему этому добавляются проблемы с диспансеризацией населения. Пушкинская теплосеть продолжает борьбу с задолженностью за энергоресурсы. Как заявил директор ООО Пушкинской теплосеть Алексей Селеменев, По отношению к прошлому году директорская задолженность увеличилась на 1 августа на 60 миллионов рублей. Алексей Николаевич подчеркнул, что в районе надо активизировать работу с управляющими компаниями, где только начиная с них можно говорить о положительной динамике платежей. Евгений Ромашихин, Александр Девкин, Телеканал Твой Пушкинский. С плановой инспекцией в Пушкинском районе побывал министр образования Московской области Марьяна Юрьевна Кокунова. Она интересовалась ходом строительства детских садов в поселениях Лесной и Зеленоградский. Что увидел министр на строительных площадках, расскажет Евгений Ромашихин. Всего по программе губернатора в области в стадии разработки проекта и строительства находится 174 детских дошкольных учреждений. К концу года 85 детских садов должны быть сданы в эксплуатацию. В помощь областному бюджету на нужды строительства новых детских садов выделены федеральные средства. Сейчас выделены средства федерального бюджета, это субсидии в размере 1 миллиарда 794 миллионов рублей на строительство детских садов. Два детских сада Пушкинского района в поселениях Лесной и Зеленоградская попали в программу федерального финансирования. Собственно, это и послужило основанием проверки состояния строительства этих объектов. В городском поселении Лесной работы по строительству детского сада практически заканчиваются. Ведутся отделочные работы и начинается благоустройство территории. Проходят внутренние работы, проходит благоустройство территории около сада. И такое замечательное, очень красивое, современное, новое образовательное дошкольное учреждение будет введено в строй осенью. Еще один строящийся детский сад посетила Марьяна Юрьевна в поселении Зеленоградская. Здесь, рядом со школой, совсем недавно развернуло строительство нового детского сада. Причем, детский сад строится по новой уникальной блочно-модульной технологии. Такая технология строительства применяется в районе, да и в области. Впервые. Впервые в Московской области используется технология блочно-модульного строительства. И сад строится быстрыми темпами. И мы надеемся, что тоже к концу года этот садик будет сдан в строй. Блочно-модульная технология позволяет собирать здания как конструктор. Готовые модули с 90-процентной отделкой монтируются в готовое здание. За счет изоляции каждого модуля от внешней среды достигается высокая энерго- и теплозащищенность. К тому же, подобная технология может считаться самой экологичной. Работа идет только на пятаке строительства. Делается фундамент, сейчас он зальется и начнется благоустройство территории. Будет засыпь. Мы уже можем спокойно работать на территории и его благоустроивать. Потому что больше стройки такой не будет. За счет внедрения новых технологий строители намереваются уже в конце этого года сдать детский сад в эксплуатацию. А это значит, в поселение уйдет еще одна проблема и людям станет жить комфортнее. Евгений Ромашихин, Владимир Парфенов, телеканал Твой Пушкинский. Секрет прихода в негодность дорожного покрытия на трассе, а также счастливое событие, которое ждает пушкинцев в 2014 году, первым узнал и поделился со зрителями наш специальный корреспондент Петр Кузнецов. Прокатиться по Пушкинскому району нас пригласили не ради удовольствия. Начальник отдела транспорта Валерий Пронин и главный инженер Мосавтодор Наталья Пощанина демонстрировали результаты работ по ремонту дорог за 6 месяцев. И надо сказать, есть с чем сравнить. В этом году Мосавтодор отремонтирует капитально на территории района 10 километров дорог. Если учесть, что за предыдущие 8 лет было отремонтировано всего лишь 6,6 километров дорог, то вы представляете, насколько активно в район пришел Мосавтодор со своими планами, со своими денежными средствами. Надо сказать, такое счастье не просто свалилось на наш район. Руководителям администрации пришлось проявить изрядную активность, чтобы включить в программу ремонта дорог 13 объектов. А в 2014 году нас ожидает долгожданное расширение дороги Пушкинское шоссе-Учинское на сумму 1,5 миллиарда рублей. Длились подготовительные работы достаточно долго. Земельно-имущественные вопросы мешали решать вопросы по уширению этой дороги до двух полос в каждую сторону. Но проект очень замечательный. И когда он будет реализован, жители это очень существенно почувствуют. Секрет дорожных ям на трассах открылся, когда выяснилось, что только сейчас, после кризиса 2008 года, возобновилось усиление дорожного покрытия фракционным щебнем. До кризиса это было постоянно. Сейчас это опять входит в практику. Дороги после поверхностной обработки служат от 5 до 7 лет. То есть мы к ним не подходим. Обновляется только разметка. И то два года разметка стоит, не стирается. И все же не будем торопиться и успокаивать себя. И вернемся к этому вопросу следующей весной, когда авторитетная комиссия проверит состояние покрытия после зимы. Ведь теперь, по правилам, гарантия длится 3 года. И все замечания должны устраняться за счет исполнителя. Эти золотые дети уже приносят реальное серебро. Куда следует занимать очередь родителям и за что хвалит наш телеканал, выяснила съемочная группа на дорожке физкультурно-оздоровительного комплекса Пушкина. Именно так начались соревнования «Веселые старты» на физкультурно-спортивном комплексе Пушкина, в которых приняли участие 14 команд в двух возрастных категориях. Детки сами хотят поучаствовать, побегать, попрыгать, а потом заниматься своими другими делами – плавать, загорать, гулять. Как у нас городская администрация в спортивной форме находится? Конечно. Мы проводим спорты гады муниципальных служащих, зимой и летняя, зимой на лыжах, летом в бассейн. Не стоит поверхностно относиться к подобным мероприятиям. Именно отсюда берутся наши чемпионы. Три дня назад Наташа Проскурина, гребля на байдарках и каное, завоевала серебряную медаль в Канаде. В серебро на универсиаде готовится к чемпионату мира. Арина Аножкина – первое, второе и третье место универсиады. Универсиады. Тожественная гимнастика. Жигалкина Аня. Первое место на международных соревнованиях в Израиле. Вчера я отвезла в правительство документы на мастера спорта международного класса. Водное поло. У нас прекрасное водное поло. Три мальчика забрали в Московскую область вот в этом году. В большую команду. Нам есть чем гордиться. И родители приводите. Мы сделаем вас чемпионами, ваших детей. Вас будут показывать. Вы будете держать руки, когда вся страна на Олимпиаде будет просто болеть за вашего ребенка. За последний год интерес к спорту подрастающего поколения явно увеличился. Осенью ожидается дефицит мест в детские спортивные секции. Поэтому наш канал советует подумать заранее, куда отправить за здоровьем своего ребенка. Дает старт в будущее. Дети привязаны к друг другу. Дети свою специальность. Они становятся более собранными. У них интерес появляется. Я говорю спасибо телевидению, что она освещает наши все соревнования, рассказывает про нас. Но только в путь. Это было все на сегодня. Что будет дальше, покажет программа «Время новостей». Я с вами прощаюсь. В студии была Алена Анчукова. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok